Итак, мы находимся на стенде Asus, и в руках у меня по-настоящему дорогой премиум девайс. Это продолжение серии подфонов. Называется он Asus Padphone Infinity. Asus взял новую планку, действительно достиг премиум качества. И, то есть, вся та же история. Телефон, планшет в одном устройстве. Процесс выемки и въемки намного проще, намного мягче, намного удобней. Разрешение экрана Full HD, то есть 1920 на 1080. Опять же, давайте посмотрим на смартфон. Смартфон 5 дюймов с потрясающей... С потрясающей... С очень большим жизненным циклом, то есть очень мощной батареей. 19 часов вы сможете проговорить в режиме 3G. Здесь у нас алюминиевый корпус, то есть очень высокое качество, да, в отличие от предыдущих подфонов. То есть, опять же, взята новая планка. 170 грамм, его вес, NFC встроенный, 13 мегапикселей камера. Задняя фронтальная камера 2 мегапикселя с дыркой 2.0. То есть, можно делать хорошие фотографии в режиме low-light. Sony сенсор там стоит, 2 гигабайта RAM оперативки, то есть для хорошего мультитаскинга, 64 гигабайта встроенной памяти. И в руке действительно это выглядит очень солидно, выглядит дорого. По-настоящему бизнес-класс. Учитывая то, что проблема всех современных Android-девайсов, проблема больших экранов, это жизненный цикл. Asus использует все новейшие технологии для того, чтобы продлить жизненный цикл смартфона. Отдельно этот аппарат проработает 19 часов в режиме 3G, talking time, то есть в режиме разговора. Вместе через Bluetooth гарнитуру вы сможете проговорить 40 часов. В эту станцию встроена еще дополнительная батарея и звук. Asus также имеет целый ряд собственных персонализированных приложений. Мы не будем в них входить, но все это связано с интертеймент-секцией, видео, фото и музыкой. Итак, у меня в руках девайс уже другого класса, который был анонсирован вчера. Здесь на выставке Mobile Congress в Барселоне. Это Asus PhonePad. Как вы видите, это 7-дюймовый форм-фактор. И в отличие от подфона нового, который цена в 990 евро будет ритейл в Европе, что подчеркивает его премиум класс, это девайс MassMarket, который будет доступен всем. И цена на него очень привлекательная. 219 евро ритейл-цена в Европе. Это HD-разрешение. Очень интересно здесь использован смартфон, прошу прощения, процессор Atom. 1,2 ГГц, одноядерный. Но, как вы можете заметить, что все просто невероятно плавно. И, опять же, по ощущениям, я держу девайс гораздо дороже, чем 200 евро. Этот девайс будет оснащен как GPS-ом, так и GLONASS-ом. 9 часов производитель заявляет, что он продержит в режиме разговора. 1 ГБ оперативной памяти. IPS-панель здесь обычная, в отличие от Super-IPS-а под фоне. И, на мой взгляд, это еще один такой бизнес-девайс. Может быть, хорошим аналогом от Samsung Galaxy Note 8.0, но гораздо более бюджетным. Ничем не хуже. Я думаю, что фанаты Asus будут удивлены и ценой, и качеством, и начинкой. Продолжение следует...